Прогуливаясь по парку Дубки, родители с детьми вынуждены лавировать между тракторами и экскаваторами. Строительная техника прочно вписалась в ландшафт. Рабочие старательно красят трубы, которые в скором времени начнут закапывать. Заходишь в парк, хочется уединиться с природой, чтобы ничего не мешало, например, ни шум, ни трактор. Все шумные работы, продолжательность уже длительная очень, хотелось бы ускорить. На вопрос, с какой целью вырыта траншея, рабочие отвечают невнятно. Через несколько минут на участке появляется прораб. Аварийные работы, меняем трубу на более как бы посвежее уже. Изгнила труба. Какое-то разрешение есть на находке? Конечно, ну все, как бы и аварийный ордер есть. Правда, ни аварийного ордера, ни специального разрешения на проведение работ на территории объекта культурного наследия нам так и не показали. Заказчик работ, МАЭК, уверен, что никакого дискомфорта посетители парка не испытывают. Работы наши сотрудники стараются вести аккуратно, с минимальным причинением неудобств жителям. Например, работы планированы так, чтобы подольше не нарушать асфальтовое покрытие. Весной из-за тракторов газоны превращаются в проселочную дорогу. Например, это последствия прокладки сетей Мосводоканала. Рабочие должны были восстановить газон. В итоге траншеи просто засыпали песком. Потому что в результате всех этих работ газоны в таком виде, бордюры разворочены. Всё это делается с тяжёлой техникой, то есть не какими-то там малыми средствами. Зимой из-за постоянных подкопов один из КамАЗов и вовсе едва не ушёл под землю. Люди переживают за судьбу парка. По их словам, он страдает от техники и в зимний период. Во время уборки снега погрузчики не раз наезжали на дубы и липы. В итоге роща, в которой ещё Пётр Первый построил себе императорскую резиденцию, редеет на глазах. Последние 5 или 7 лет больше 100 деревьев вырублено. То есть вот по справке, которую выдал балансодержатель муниципального собрания, больше 100 деревьев парк потерял. Ну, не посадили ничего. Центральная часть парка тоже огорожена строительным забором. Утки, недоумевая, бродят среди рабочих в ожидании воды. Здесь идёт реконструкция пруда. В администрации парка от комментариев отказались. Местные жители написали жалобу в Департамент культуры столицы.